На прошлой неделе в центре Харциско на улице Краснознаменской возле дома номер 59 разгорелся спор, можно даже сказать общественный конфликт. Владелец земельного участка на своей земле по соседству с девятиэтажкой вознамерился построить кафетерий. О предстоящих работах, разумеется, узнали соседи и тут же пришли в негодование. В пятницу 12 июля владелец участка и представители городминистрации пытались найти общий язык с жильцами 59 дома по их же просьбе. Старшее поколение харцезян наверняка помнит, в середине прошлого века на этом месте были частные дома, а в 90-е здесь, согласно генплану, было начато строительство городской стоматологии. Было выгнано два этажа вместе с подвальными помещениями, но потом принято решение, не знаю кем, о заморозке данного строительства и в конце концов разобрали установленные конструкции и, в общем-то, зарыли тот фундамент, который был. Долгое время этот участок был пустой, в 2009 он оформился. Тогда я, к сожалению, не работал и не знаю, каким образом. Не буду давать сейчас оценку тем действиям, которые происходили. Был получен государственный акт для строительства индивидуального жилого дома. Акт для строительства индивидуального жилого дома был получен, но со строительством, очевидно, не сложилось. Земля была людьми приобретена в 2009 году. С 2009 по 2017 год тут никто ничего не делал. Бурьяном росло. Вот, можете посмотреть на участок. Мусор, бурьян и все. В 2017 году я решил купить эту землю. Человек продавал, я решил у него купить. Я ее купил в 2017 году. Где-то с января 2018 года оформляю документы. Поэтапно, не спеша, все инстанции у меня проходят. Везде есть государственные, ДНРские, печати и все остальное. Строить частный дом в центре города в планы владельца участка не входило и не входит. На этом месте Сергей Свиридов хотел бы видеть кафетерии для детворы и их родителей, магазины канцелярских товаров и живых цветов. Уже в 2019 году он обратился с заявлением по изменению целевого назначения земельного участка. Я как архитектор, в принципе, это одобряю. Почему? Потому что размещение индивидуальных жилых домов, многоэтажной застройки, оно в принципе даже ДБНом не допускается. Конфликт на Краснознаменской показал, строительные нормы и правила устраивают не всех. Жильцы девятиэтажки убеждены, кафетерий планируют строить на придомовой территории. Построят это кафе, это подвоз товара, это сейчас стройка начнется. Детям и так здесь дыхнуть. Вы видите, какое здесь густо населенное, тут и так дыхнуть нечем. Мы не хотим, чтобы здесь было кафе. Все. Владелец участка, готовясь к диалогу с соседями, взял с собой кипу документов. Проект здания, различные согласования, акты и выписки. Но убедить жильцов девятиэтажки в законности своих намерений Сергею Свиридову так и не удалось. Мы не доверяем этим документам, которые у него. Мы хотим прокурорскую проверку, чтобы эти документы все были проверены от и до. Потому что эти документы, мы считаем, что они сфальсифицированы. Прийти к согласию сторонам конфликта не удалось. Так что пока неизвестно, будет здесь пустырь или кафетерий с парой-тройкой магазинов. Республиканский ландшафтный парк «Зуевский», а конкретно поляна Майовки, в минувшие выходные в очередной раз стала площадкой для проведения спортивного мероприятия. В субботу в Липовом лесу были организованы военно-полевые сборы допризывной молодежи. Каждый год собирается новая команда, так как у нас возрастная категория от 14 до 18 лет. Естественно, это каждый год разные дети. Но очень приятно, так сказать, что ребята не боятся. И в основном здесь 14-15 лет, 16. Это уже пятые в новейшей истории Харциска сборы, в которых принимают участие подростки. Ранним утром в Липовом лесу собрались ребята из Харциска, Зугреса, Зуевки и Троицка-Харциска. На торжественном построении участников соревнований поприветствовали заместители главы городминистрации Наталья Бондаренко и депутат Народного совета республики Александр Ковтырин. Я поздравляю вас, ребята, с этим праздником. Защищать родину – это очень величайшее дело. Я желаю вам проявить характер, смекалку, командную игру, работу. Пусть победит сильнейший. Защита нашей Родины – это священный долг каждого человека, каждого гражданина, каждого молодого человека. Я думаю, что сегодня у вас появится возможность проявить выносливость, смелость, мужскую и женскую дружбу, подставить плечо друг к другу. Вы получите необходимый жизненный опыт, который пригодится в вашей жизни. Получив маршрутные листы, каждая команда немедля приступила к выполнению заданий. Харцизским добровольцам, зугресским скифам, тимуровцам из Зуевки и патриотам из Троицка предстояло, используя туристическое снаряжение, преодолеть условное препятствие. Продемонстрировать навыки в метании гранаты, а также стрельбы из пневматического оружия. Особенно многолюдно было на площадке, где участники военно-полевых сборов учились разбирать и собирать автомат Калашникова. Оказалось, что неплохо владеет навыками обращения с оружием и депутат Александр Кавтырин. Ребята сегодня у нас сдают такие нормативы, как метание гранат, сборка-разборка автоматов, стрельба. Также они будут проходить туристическую полосу препятствий выживания. Конкурса кашеваров у нас в этом году не будет. Также у нас еще проходят костровые они сдают. За организацию и проведение военно-полевых сборов отвечали специалисты отдела по делам молодежи администрации Харцизка. По сильную помощь оказали харцизские казаки из Приазовского казачьего войска и представители Донецкого военно-патриотического проекта «Резерв Республики». Одной из главных задач нашего проекта является воспитание будущих гражданских офицеров, которые будут нести ответ не только за себя, но и за свой коллектив, за свой народ, за свое государство. Сегодня мы выступаем соорганизаторами военно-полевых сборов. Благодарим администрацию города Харцизка за приглашение. Надеюсь, на плодотворное сотрудничество. Как раз сегодня прозвучало предложение о том, чтобы в октябре мы приняли снова участие в качестве соорганизаторов выживания. Для студентов будет проводиться выживание, марш-бросок. Мы тут уже так пообсуждали, несколько вариантов добавили, несколько вариантов предложили. По итогам восьми конкурсных заданий лучшей командой летних военно-полевых сборов до призывной молодежи 2019 судьи признали зугресских скифов. Второе место заняли зуевчане и команда тимуровцы. Третье досталось харцизским добровольцам. Летние каникулы в школах Большого Харцизка в самом разгаре. Пока ученики набираются сил для нового учебного года, в образовательных учреждениях полным ходом идут ремонтные работы. К примеру, в 19-й школе, что в поселке Горное, бригада подрядчика занимается полной заменой одного из санузлов. Из государственного бюджета на эти работы выделено почти 200 тысяч рублей. У нас на третий квартал был заложен капитальный ремонт санузлов, потому что они уже были в плачевном состоянии. Это у нас на территории старого здания, где учатся малыши, которые придут 1 сентября в школу и уже увидят обновленные и санузлы, чтобы было приятно им и комфортно находиться в школе. Точно так же у нас проходят текущие ремонты в класс. Сам санузел небольшой. Всего два туалета – отдельно для девочек и отдельно для мальчиков. Предполагается, что стены помещения облицуют керамической плиткой. Здесь будет установлена новая сантехника и проложены новые трубы. Сегодня же туалет выглядит как небольшая стройплощадка. Пыль, шум, строительный мусор. Подрядчику нужно уложиться до начала процедуры приемки школ, которая стартует в Харциске 13 августа. Ремонты в классах, коридорах, спортзале в 19-й школе начались сразу после окончания учебного года. И свою готовность к приемке оценивают примерно в 70%. В классах подкрасили, побелили на втором этаже тоже начальной школы полностью побелили потолок, тоже поклеили обои, покрасили полы, обновили также спортивный зал. Хозяйственники школы с трепетом готовят учебные классы, стремясь учесть все нюансы, чтобы ученикам было уютно за партами. Спортивный зал уже выкрашен и готов к занятиям физкультурой. Поддерживают красоту и на школьном дворе, где каждый день поливают высаженные цветы и очищают клумбы от сорняков. В общем, на подготовку школы к новому учебному году брошены все силы, чтобы с сентября по май заниматься только учебным процессом и совсем не беспокоиться о делах хозяйственных. В минувшую субботу в Харцизке прошли игры отборочного этапа республиканского турнира по мини-футболу «Чемпион моего двора». Организатором турнира выступило общественное движение «Донецкая республика». Для проведения спортивного мероприятия общими усилиями была благоустроена спортивная площадка в центре города и размечено футбольное поле. Организатором турнира выступили общественное движение «Донецкая народная республика», Министерство физкультуры и спорта, футбольный союз «Донецкая народная республика» и общественное движение «Донецкая народная дружина». В далекие докомпьютерные времена практически любой харцизский двор мог выставить свою футбольную команду. Сегодня таковых не набралось и десятка. Зато в некоторых командах блистали девчонки. У нас сегодня в городе стартует первый этап отборочного республиканского турнира «Чемпион моего двора», в котором принимают все желающие ребята участие. У нас сегодня собралось порядка восьми команд, которые стартуют нашим турниром. Они будут играть между собой по круговой системе, после чего будет выявлен сильнейший участник, и он наш город будет представлять в городе Донецке. Всего у нас три возрастных группы – это ребята 2007-2008 годов рождения, 5-го, 4-го и 6-го годов рождения. То есть в каждой группе будет победитель определенный, и он поедет потом участвовать в Донецком турнире. Портящаяся погода не помешала ребятам завершить игру. Юные футболисты уходили с футбольного поля, одни удовлетворенные победой, другие полные решимости уже в следующем матче доказать свое право на участие в финале турнира. Все знаменитые футболисты начинали свою карьеру как раз с футбола во дворах. И король футбола, Пеле, он тоже начинал со дворов, поэтому я надеюсь, что вы все будете у нас будущими знаменитыми футболистами, и харцист зазвучит на весь мир. Мы всегда за то, чтобы наша нация была здорова, и за то, чтобы наши дети давали большие показатели, потому что наши дети – это наше будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова